Элегантная прическа, легкий макияж и погоны лейтенанта. Анастасия Парицкая даже в военной форме остается женственной. Единственная девушка-офицер среди прибывших в Саровскую дивизию выпускников не видел для себя другого пути. Только военная служба. Анастасия продолжает традиции своей семьи. У меня семейная династия. Начиная от дедушки и заканчивая братьями. Я с детства мечтала поступить в военный институт, стать офицером. С ранних лет она видела перед глазами пример своих родственников. Поэтому в военном институте стойко переносила все тяготы армейских будней. Изначально было сложновато, но постепенно все как-то стали дружить между собой. И стало намного легче. Если Анастасия продолжает династию военных, то лейтенант Андрей Павлов, возможно, положит начало семейной традиции. Андрей родом из Якутии. От Сарова до его малой родины почти 7 тысяч километров. Карьеру и на служащего он выбрал осознанно. С детства я мечтал стать военным. И с 5 класса по 11 класс я учился в кадетской школе. Далее я проходил службу по призыву. Вернувшись из армии, Андрей решил поступить в военный институт и стать офицером. Пять лет в ВУЗе пролетели незаметно. Медали накители – это оценка его достижений во время учебы. Теперь для лейтенанта Павлова начинается новый этап жизни. В Саров он приехал две недели назад. Была теплая погода. Мы со своими одногруппниками приехали. Нас ожидала буря волнений. Мы не знали, как нас встретят, но встретили нас тепло. Младших офицеров разместили в новом общежитии на территории дивизии. Здесь есть все для полноценного бытового на служащих. Двухместные комнаты, кухня, санузел, душ. Условия близки к Спартанским. На первые несколько месяцев этого достаточно для обустройства на новом месте службы. В этом году ряды Саровской дивизии пополнили специалисты различных направлений – связисты, инженеры, медики. Большую помощь на первых порах им оказывает председатель Совета ветеранов дивизии Виктор Сазонов. Он приехал в наш город на службу 58 лет назад и помнит, как встречали тогда выпускников. Примерно так, но не с таким большим вниманием старших командований, дивизий, полков, как сейчас. Сейчас очень внимательно подходит к каждому выпускнику. Пока лейтенанты знакомятся с воинской частью, ее традициями и славным прошлым. Впереди у них боевые будни, дежурство, подъем по тревоге и учения. Как сложится судьба каждого из них, сказать сложно. Служба в Саровской дивизии – это лишь первая ступень в их карьерной лестнице. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.